Мир всем, поднимаю. У меня ноутбук не работает, скайп. Здравствуйте всем. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Господь и Бог наш, Иисус Христос, с милостью Твоей просим, благослови эти занятия. Не дай нам уклониться не направленно лево от истинного понимания Божественных слов Твоих. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первое послание Иоанна, вторая глава. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Не, у меня не должно. Толкование. У блаженного сего мужа в обычае употреблять одинаковые слова для обозначения разных примеров. Так, например, «Ир был, и мир произошел через него, и мир его не познал». Так и теперь он употребил слово «знать» в разных значениях. Ибо словом «знать» выражается и знание чего-нибудь, и весьма тесное знакомство с кем-нибудь. Такое значение слова «я» в словах «познал Господь Своих» 2 Сим. 2,11. «И не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех». 2 Коринфянам 121. Все понятно? Вопросы? Идем дальше? Четвертый, пятый стихи. Михаил Кальмаев, под рукой читай. Да. Он говорит, я познал его, но западный его не соблюдает, как лжец, и нет в любых истинных. А кто соблюдает слово его, в том истинный любовь, Божия свершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Четвертый, пятый. Толкование. Да. Толкование. Толкование. Тут коротко, я тогда подсчитаю. И от противного подтверждает, тоже употребляем самое полное доказательство. Вопросы? На прошлом занятии все уже нам растолковано и возвращаться к этому. Я вот опять готовился опять, обманываем самих себя, когда говорим, что мы не грешим. И вот как раз Сергей Евгеньевна, он как же, он противоречит все. Нельзя говорить, что мы не грешим. Нужно говорить, что мы грешны, все это грешно. Но если мы говорим, что мы не грешим, то обманываем самих себя. Опять же, я хочу обратить внимание, самих себя, а не кого-то другого. Вот сам себе, я... Готовь? Да. Самое трудное доказать, что грешен, все грешны. Вот с кем-нибудь обычно кто... Ну, православные понятно. А так вот, у обычных людей это... Поговорить с ними, сказать, что ты грешник, он не скажет, что я не грешник. Где я грешил? Ну, было, может быть, где-то когда-то. А так, что? Это, на самом деле, очень трудно доказать. Хотя все под грехом, говорит апостол Павел. Бог всех заключил под грехом. Семьи годы до одного. Это, наверное, свыше приходит. Это понимание от Бога. А так, сам по себе это, наверное, ты не поймешь, что ты грешник. А если грешник, значит, ты рад. Спасибо. Привет. Давай, шестой стих почитаем, чтобы нам не забыть то, что он иначе. Кто говорит, что он пребывает в нем, в нем с большой буквы, тот должен поступать так, как он поступал в толковании. Совершенная любовь, говорит, доказывается делами. Но, как бывает, что иной, по видимости, правильно и точно соблюдает заповеди, а внутреннее его расположение. Алексей Колесников, в отваз шуму теперь перейдет. Отключите микрофон, пожалуйста. Слышите меня? Да, да, слышу. Я вроде ничего такого не вижу. Нет, стук какой-то, и прям шум, и видно, что в отваз. Рамка такая. Вы выключите микрофон, а тогда надо будет что-то задать, включите там. А дальше, как я вас буду, да? Дальше, как я буду, да. Хорошо. Толкование. Но, как бывает, что иной, по видимости, правильно и точно соблюдает заповеди, а внутреннее его расположение нечисто. Почему он далеко от Бога? То апостол и говорит, что присвоившийся Богу должен жить так, как требует близость к Богу. Ну, давайте теперь порассуждаем. Вот, брат, смотри. Я, бывает, вот, беседую, да, ну, со священством или с нашими православными, я говорю о войне. Ну, о том, чтобы идти убивать там инакомыслящих или еще кого-то там, сжечь там, сжигать, уничтожать. Я привожу пример такой, что нужно, как апостол Павлов говорит, подражайте мне, как я Христу. И вот это вот, я думаю, что вот это как раз тоже является тем доказательством, что мы должны поступать, как Он поступал. То есть, Спаситель, Он не брал в руки оружия, Он словом, Словом, Он дал Слово, меч, для того, чтобы мы обращали людей к Христу или своим примером, или Словом. Но никак не тем, чтобы пошли и убивать кого-то, если Он не согласен с нами или сжигает. Любить надо врагов же, Господь говорит, и благословлять проклинающих, а не уничтожать их. Любить не так просто, а вот смотреть, как поступали апостолы, как поступал сам Спаситель, это мы можем, по крайней мере, мы можем приблизиться к этому, к этой любви, которая вышла из естества нашего. Игнатий Иванович, скажите, что значит поступать так, как Он поступал? Ну, а тут сейчас не об этом говорится, впереди-то прочитал Он. Какое расположение? Это одна часть того, что Вы спрашиваете. Расположение. Человек имеет трех сыновей и всех старается пристроить так, чтобы ходили в воскресную школу. И его спрашивают, вот видите, какой Вы хороший отец, видимо, Вы давно верующий. А почему Вы решили? Ну, как же, детей посылаете, вот тут учатся, они Слово Божие знают, и... Он говорит, а я совершенно не верующий. Я атеист, закаленный атеист. Коммунистом был все время. А детей так учите? Для чего? А чтобы меня не убили. Вот они подрастают, он в другой комнате один, и на ночь все время загородку делает, стулья там, стол подтаскивает, упирает. Он знает, что они рано или поздно его убьют. С каким намерением? Один везет булки, а нищий протягивает руку, кричит, дай мне поесть. Он до того надоел, он берет кирпич, это ты его этим калачом-то бросил. Вот он подал, и легенда составляется, что в судный день его вытащили за это, за этот калач, который бросили. Нет, намерение. Она положила все пропитание свое. А эти, которые на храме Христа Спасителя грабители-то, написали свои имена. С каким они намерением это сделали? Они неверующие совершенно. Кровопийцы. Написано, кто отнимает у бедного хлеб, тот кровопийца. Людям ни зарплаты, ни давали ничего в то время, как они разграбляли Россию до основания. Перегоняли все за рубеж в Америку, в Израиль. С каким они намерением это давали? Вот это намерение, и мы должны увидеть в себе. Я молюсь, а с каким намерением? Дай. Если не даст Бог, значит, не по-моему, а не по-моему, значит, тогда что? Я говорю, почему вы такая сумрачная женщина? А чего я должна радовать? Я была верующая, я потеряла всякую веру. У меня муж пострадал, там авария была или что-то погиб. У меня один только сын был, и в 7 лет вышел в дворе играть, и по сегодняшний день нигде нету. Уже лет 5 нету. Я с ней разговаривал, у нее слезы. Вот мы были в Буденновске, разговаривал, у них печать на лице. Где он, Бог? Почему не вмешивается, как будто никакого Бога нет? Это я решила, что никакого Бога нет. А как трудно, я молюсь. А с каким намерением? Вот отсюда надо исходить. Намерение. Как бы ни было, я все время благодарен Богу. За все благодарите. Потерялся сын. Бог дал, Бог взял. Как Йоб сказал он. Семь сыновей, три дочери в один день потерял. Имение потерял. Проказы накрыты. Ни слова не сказал. А женщина его подущала. Жена. Похули Бога. Бог хулит или-то убивает. Ну и умри, чтобы муки-то не терпеть. Это все равно, что на себя руки наложить. Вот отсюда надо искать выход нам. Все время намерение должно быть отблагодарить Бога, как Творца. Какой красотой окружены мы. Нам дал жизнь. Мы сами в себе целый космос составляем. Насколько сложный человек. Когда я однажды прочитал, но это еще компьютеров не было. То в человеке вихреобразные вещества обмена идет. Химические составы меняются между собой. И вот, говорит, несколько клеток, а их 120 миллиардов. Там десятки клеток. Выполняет такую же работу, как здание, начиненное электроникой. Трехэтажное здание. Даже не поверилось. Неужели? Да, именно так. Ничего подобного человеческому организму никогда никому не создать. Тем более проникнуть в мысль. И поэтому с намерением, Бог знает. Ты на молитве молишься, отвлекся куда-то. Разве это хорошо? Господи, прости, начни читать снова молитву. И когда человек говорит, а что заученная молитва дает? А что заученная песня дает? Ну давайте петь, как, он говорит, пастух. Я считал один в Казахстане. Он едет и поет. Паровоз бежит, черный дым, труба, самолет летит, СССР, Москва. Говорит, конечно. Он говорит, если бы вы знали, о чем пою, все бы плакали. Надо внутренно настроиться. Я сотворен им. Я ему принадлежу. Я не сам по себе. И мыслями блуждать, куда попало. Смотреть, что попало. Делать, что попало. Говорить, что попало. Не могу. Я себе не принадлежу. Мой Творец так создал. Все. И вот тогда мы подражаем апостолу Павлу. Подражание Павлу, это уже на втором месте. Это для тех, которые не поняли, кто они. Тогда, глядя на живого человека, они могут смотреть и думать. А я могу это или нет? Серафиму тоже это говорили. Вот почему ты смог, а мы нет? Он говорит, решимости не хватает. Пятое качество лидера. Решимости. Вот сейчас вы слушаете. Каждый решите. Во сколько встаете? Вот кого спрашиваешь. Когда, как? Как я уже знаю, значит, у него интимной встречи нет с Богом. Интимной, то есть единственной. На свидание. Вот у нас принято в 4.40. В детском лагере у нас всегда вставали в 5. Спешить надо везде. Все. Кроме двух моментов. Не спешить при чтении Библии, святой литературы и при молитве. Вот тогда мы увидим, как апостол Павел. Постоянно в молитве. Вот так. Сейчас, сегодня пятница. Кто сегодня ел молосное? Если ты православный. Какое молочное? Какая тебе курочка? Да у меня диабет. На это льгота не дается. Льготу может дать только священник. Только больным, очень больным. И написано, взяло старый и взяло млад. То есть младенец. И что разрешает? Растительное масло и вино. Больше ничего он не может во время поста. Вот начни помаленьку. И ты увидишь. Павел говорит, постоянно в посте. Не в таком, как у нас. Но в посте. В молитве. В бдении. В бдении. Бодрствовать. Не спать. Не лежать. Поставь задачу. Никогда. Нигде не ложиться днем. Никогда. И ты увидишь, что у тебя получится. Разочарование полное или подвижка вперед. Смотри, сколько открывается конкретно на тебя. Конкретно на меня. И ты увидишь, как в работе у тебя все меняется. Я делаю, потому что он повелел. Какая бы ни была работа грязная, я знаю пользу. И ты будешь ухом ловить, кому нужна моя помощь. Ты в деньгах во всем будешь экономен. Кто ставит ни во что малое, мало-помалу обеднеет. Лишний раз звонить не будешь. Вот просчитал, что больше двух минут нельзя разговаривать. И таких звонков за сутки не больше пяти. Это болтает, а уже наростами от рака покрылся. Мозги спекаются. Ну во всем абсолютно ничего лишнего. А все для Бога. Остальное время размышления. Человек много разговаривает о пустяках. Молитвы-то нету. Самое главное. Радио где-то включил или телевизор работает. Дьяволу разницы нет. Смотришь, ты не смотришь. Фон создается. Ты молиться не можешь. Вот главное. Ты молиться-то не можешь. Чтобы молиться при шумовом тем эффекте, это надо иметь очень большой навык. Вот так. Отошел. Первое послание Иоанна, вторая глава, седьмой стих. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Пакование. Говорит, что близость или любовь к Богу прежде всего узнается из любви к ближнему. Ибо невозможно, чтобы освященный по знаниям Бога и исполненной любви к нему имел тьму ненависти к брату своему. Потому что свет и тьма в одно и то же время, в одном и том же предмете не могут быть вместе. Посему освященный любовью к Богу и имеющий Бога и по отношению к брату имеет свет, который возжигается от любви к брату. И кто говорит, что он любит Бога, между тем ненавидит брата, тот находится в постоянной тьме. У того разумные очи всегда помрачены, потому что он утаил свет общения с Богом и с братом. Утратил, простите. Он не знает уже и того, что для него самого может быть полезно. Ну что, часто приходилось встречать людей, которые говорят, что я Бога люблю, а вот брата ненавидит. Кто-то, может быть, пример приведет из нашей жизни. В чем это выражается? О чем здесь говорится? Что за новая заповедь и древняя заповедь? Ну это дальше, наверное, мы сейчас прочтем. Пока по этому отрывку нет вопросов, тогда 8-11 сейчас послушаем внимательно, тогда тут попонятнее объясняем. Но притом, так, 8-11 стихи, 2 глава, 1 послание от Иоанна. Но притом и новую заповедь пришу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Толкование. Так как послание это соборное, писано общее ко всем, к иудеям и к язычникам, то по отношению к иудеям можно сказать, что апостол пишет им заповедь о любви не новую, а древнюю. Ибо и на скрижалях, Моисеевах написано было, люби после Бога и ближнего своего, как самого себя. Читаем книга Левитов, Левит 19-18. Но, как скажет иной по отношению к язычникам, апостол пишет о древней заповеди, когда нигде ничего такого у них не находится. Отвечаем. Закон о любви к ближним написан и у язычников. Как так? Он написан у них на скрижале сердца естественными помыслами. А что помыслы, насажденные в нас с природой, называются естественным законом, в этом может удостоверить апостол Павел, который говорит. Вижу иной закон, противодорствующий закону ума моего. Читаем в послании к римлянам 7.23. Итак, и язычники приняли закон или заповедь древнюю, так как сама природа предписывает нам быть кроткими друг ко другу и ко всему сродному. Вследствие сего человек есть животное общественное, а это невозможно без любви. В древних историях записано даже много свидетельств о людях, которые умирали за других. А это есть знак высочайшей любви, как объяснил Спаситель наш, говоря, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Читаем Евангелие от Иоанна 15.13. Поскольку уже заповедь о любви к ближним дана была и иудеям, и язычникам, то апостол и говорит, что при древней заповеди, которую вы слышали о любви к ближнему, «Пишу вам еще новую заповедь, которая истинна и в том, кто присвоил вас Богу через общение с Ним, и в вас, которые вступили в общение с Ним. Ибо Он говорит, я свет пришел в мир». Читаем Евангелие от Иоанна 12.46. «И истинный свет по слову Его уже светит, и во свете нет тьмы. Пусть же светит истинный свет любви в истинном и нелицемерном расположении к братьям. И тьма ненависти пройдет, то есть исчезнет. Ибо такое значение придает слову «проходит». И апостол Павел тогда говорит, ибо проходит образ мира сего. Почитаем это в первом послании, истинном, 7.31». Можно обратиться, нет? Да. По существу прочитанному. По существу. К первому стихам, который мы прочитали. «Кого считать братом?» От Сергея Пупкова я прошлый год слышал по скайпу вот этому «Кого считать братом?» И Игорь Дубунов был как раз. Они хорошо объяснили. Я это помню. Хотел бы послушать Игнатия Тихоновича. Как он считает? Кого считает братом? По Адаму, по творению, Иоанн Златоуст говорит, мы все братья. И когда люди говорят, а что, он совсем не такой, и в церковь не ходит. Что у нас общее? Он говорит, все общее. Земля общая, небо и солнце общее. Но поверь, братья, те, которые исповедуют так, как заповедано нам Евангелие. Как приняли святые отцы. Вот таблицу выстроили сейчас в интернете. Показывают православие, 33-й год от Рождества Христова. И по порядку начинают выставить баптизы, 1609-й год. Литеране, 1517-й год. А где эти до 1500-го года-то? Пустота ни одного нету. С 1-го века до 15-го, до 16-го никого нету. И они говорят, когда мы им говорим, что вы понимаете неправильно. Вот мне сегодня один позвонил с Москвы. Вот написано, что ангел, когда поклонился, Иоанн, а он говорит, не дело, я тоже сослужитель тебе. А зачем же вы кланяетесь православные? Ну, в скайп не вышел, разговор прервался. По телефону две минуты. Ну, жду, выйдет. На это очень хорошие ответы есть. Ну, это если по теме где-то будет, я потом скажу. Мы должны смотреть на слова Христа. Я во все дни с вами до скончания века. С кем? С тем, кто ему отдал свое сердце. Во все дни, ни в года, ни в тысячелетия, в дни. И мы говорим, а так понимать, как православные понимали, вот 1500 лет. До сегодняшнего дня уже 2000 лет. А вы-то так не понимаете? Нет. Ну, а почему не понимаете? Если тут не было Христа, то его не было. Это был вообще не Христос. Если он не во все дни был. В каждом дне он был. А других-то не было, как вы. Ну, пускай баптисты назовут в 13 веке одного баптиста. Адвентисты седьмого дня. Ну, пусть назовут одного хотя бы в 10 веке. Никто не назовет. Лютер не назовет. Почему? Лютер ранее. Они прям название носят своих учителей. В России баптистов называли пашковцы. Тут Пашков основал. Эти Миллеровцы. Ну, то есть у всех определенная дата. Какой он мне брат? Я говорю, а как же написано? И дела плоти известны. Перечисляет прелюбодеяние. Диагалатам. Ереси. Что такое ереси? А зачем нам это нужно? Мы все братья. А вот тут ты ошибаешься. Есть еретики. И этот грех страшнее любого греха. Ереси есть умышленное искажение совести и ума. Веры. А то слово секта запрещено. Нигде не запрещено. Во всех словарях есть. Что такое отсечение? Не по-дворкински, а именно не имеет связи с апостольской церковью. И они нам не братья. Нет. Так они говорят, они нас судят. То есть мы их судим. Я говорю, давайте разберемся. Вот был Иоанн Златоуст. Они сразу меня прерывают. А что Златоуст? Это не Библия. Вот вы его осудили. Это 12 томов его трудов. Большего проповедника за 2000 лет не было. Они его сразу сметают. Они думают, что они... Как же, ты его не принял? Ты его осудил? Вы осудили миллионы, а вместе взяты это уже миллиарды людей, которые верили не как вы верят. Вот. Чтобы не было литургии, не было причастия. Так не верили никогда. И чтобы любого избрали. Сам никто. А его руку полагают. То есть он фальшивка одна. Вот это он не брат. По Адаму брат по творению. А по вере он еретик. А еретик не может быть братом. И веру, и хвалить мы не можем. Спасибо, Игнатий Тихонович. Очень пространный ответ. Так, у меня пришел брат с работы. Простите, пожалуйста. Я сейчас закончу эту мысль. Так, поэтому не надо бояться осуждения в свой адрес. Мы придерживаемся так, как заповедовали святые отцы. Мы прямо говорим. Первый век. Игнатий Богоносец. Это младенец, которого Христос брал на руки. Епископ Антиохии. Умер растерзанной зверями. Он христианин или нет? Ну, нам зачем? Вот, понимаете. Бритые в галстуках никто со всеми. Они осуждают подряд всех. Поликавр, Смирский, Иринея Леонский. И все мученики, мученики сгорели. Там Варвара, Великомученица. Они никого не признают. И говорят, мы не судим. Они осудили всех. Весь опыт церкви. А это предание. Павел говорит, кто не держится предания нашего, того имейте на замечание. Предание, которое люди придумали, и то, что устно передали апостолам, это разница земля и небо. Мы должны быть очень внимательны. И когда мы им это говорим, бывает, люди задумываются. И вот он покаялся. Я не знаю, тут, если нет, Джайнакова, она Райхан, теперь Рахиль. Она была у свидетелей Иргова. Здесь я. Здесь. Вот она подтвердит, что это именно так. А она приняла крещение в православной церкви в этом году. Ей имя дано не Райхан, теперь а Рахиль. Понимаете? Это новая жизнь начинается. А те, которые там остались, они уже нам не братья, не сестры. Они еретики. Они не признают Святую Троицу. Они отвергают церковь. Вот такой ответ. Все. Какой главный постулат? Кого ты считаешь братом по вере? По вере? Братья всех, которые в церкви находятся. Вот маптисты и все сектанты отпадают. Так, подожди. А есть православные. Я не спорю, я отмечаю. Те, которые находятся в церкви. Это наши братья. Братья уже по вере. Если он не в церкви, он оглашенный. Он за дверьми находится. И церковь его не может называть братом. Он необходим, чтобы он вошел в церковь. Какую церковь пойти? Мне лично. Чтобы меня... Православную. Православную иди в церковь, если тут она есть. Православную. И живи по-православному. Я в ней нахожусь. Я в ней нахожусь. Если ты православный... Почему дядей Мишей называют? Так, я отвечаю. Вы вопрос задали, не умеете выслушать. Если православный, считай устав православный. Каким должен быть православный христианин? И сам себе не подыгрывай, льготы не имею. Тут я нарушаю. Тут я сделаю то-то, 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 за что нас любой неправославный осудит и справедливо. Мы православные свет миру должны нести. Поведение нашим. Они сами как захотел, так и живу. У церкви устав определенный. Открой календарь, там написано. Сегодня память такого-то. Ты уже знаешь, как он жил? И вот тут и видно, какая тебе церковь. Вот мы были в Польше, там проехали католические страны. И католики спрашивают, а мы церковь? Церковь со множеством заблуждений. Как и православная. Это церковь. Они имеют апостольское рукоположение, как вот Григория на армяне, копты и сирийцы. Это все наши братья. За этим пределом нет только приближенные. Только братья по Адаму. У кого нет священства по рукоположению, непрерывно хиротония от апостольских времен. Другого ответа не было, ни вчера, ни сегодня. Ответ я не получил. Ну как же не получил? В какую церковь сказали, в православную. Ответ да. Вы его его либо расслышите, либо нет. Я расслышал это. Так, Сережа, начинается пререкание. Не надо. Продолжай дальше. А действия? Ответ дал полный, и более полного его не существует. Лукавый искушенный. Да, это отдельно беседа должна быть. Давай вперед. Здесь занятия или беседа? Все, четко. 1 Иоанна 2.12. Держи руки на пульте. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Еще раз прочту. 1 Иоанна 2.12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. 2 Иоанна 3.12. Улажением и вниманием. Но одни примут поверхностно, как дети, которым он и усвояет прощение грехов через веру в Суща Христа. Другие примут, как достиг же мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это читаем послание к Ефесянам 4.13. Так что могут быть для других отцами. Таким приписывает познание сущего от начала Кто же это как ни слово Божие, которое и в начале было у Бога Иные примут как юноши Им как цветущим и полным приписывает честь победы над бесчестными страстями Потом снова повторяет то же самое в другом порядке Применяя учительное слово свое к мере духовного возраста Так как я, говорит, не знаю, что примете вы послание мое к вам по различию возрастов То необходимо и мне соразмерять учение свое с расположением возраста вашего И с одними из вас беседовать как с детьми, познавшими отца твоего из Бога С другими, как с отцами, которые имеют познание больше, нежели дети Именно познали не только то, что он отец, но и то, что он от вечности и не изъяснил Ибо он был от начала Таковым нужно и совершеннейшее учение Боге С иными, как с юношами, сильными, способными к борьбе и подвигам Воздавая последним славу победы, показывает, что им и речи нужны отважные и воинственные И вот здесь у феофилакта Игнать Тихонич выделил такие слова Не все примут слова его с одинаковым уважением и вниманием И вот на эти слова толкователя Игнать Тихонич дает свой комментарий Итак, комментарий Великий и самый плодовитый толкователь священного писания, святой Иоанн Златоуст Много говорит о награде, какая ожидает проповедующего Слово Божие Независимо от того, обратится ли кто через благовестие проповедника или нет И даже более того, он логически доказывает, что награда в небесах будет больше у того Через проповедь которого никто не обратится Он говорит, что Бог вознаграждает человека за труды, за его ревность, за его старания А не за тот посев, который, простите, он сделал А обратится ли кто? Это от человека не зависит, потому что это действие благодати обращающей А она полностью во власти Божией и не зависит от нашего участия в ней В проповеди о Христе участвует благодать призывающая И в ней соработником выступает проповедник И вот за этот труд он и получает награду Независимо от видимого результата 1 Коринфянам 3.7 Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий Насаждающий же и поливающий суть одно Но каждый получит свою награду по своему труду Если же кто уверует и раскается в прежней греховной жизни И примет Христа, уверует в Него как в своего спасителя То проповедник в этом обращении уже получает награду Радость, ибо радость окающимся бывает и на небесах То есть часть награды за свой труд Радость он получает уже здесь, на земле Но что до того, говорит словесный учитель Пусть моя радость на небесах будет меньше Только бы вы обратились здесь Только бы вы примирились со Христом Омывшись Его при чистой крови Мы не знаем, все ли примут слова наши С одинаковым уважением и вниманием Поэтому будем ревностны в проповеди Во всем доверяясь нашему спасителю Чтобы Дух Святой коснулся сердец слушателей Дабы Господь Иегова принял их в свои вечные обители Аминь Что тут скажешь еще? Дай-ка Бог Пожалуйста, вопросы по этому месту Он обращается Пишет дети И вот здесь вот уже на слово дети Вот такое пространное толкование, да еще и комментарии Слушатели подразделяются на детей, юноши и отцов Также есть притча сеятелей Где на четыре категории Христос разделяет Вышел сеятель, сеять семя Одно упало при дороге Другое на каменистую почву Третье Поклевали птицы И тоже толкование такое Похоже Поле это сердца человеческие Они, как говорится, разного свойства Разной подготовки Понятно, что Куда сеет Также и нам, и проповедникам Нужно иметь тысячи талантов Кто-то перед ним Как ребенок себя ведет Кто-то уже юноша Такой боевой Ему нужно такие слова Готовить его к войне Кто-то сильный Кто-то уже Муж совершенный С ним по-другому Надо беседовать Это от опыта Проповеднического Все приходит Но нужны Как найти, конечно, правильно Тысячи талантов Чтобы обратить Дрешника Распеки его Ну что, продолжим Или у кого-то вопрос Давайте продолжим Тут 14 стих Я написал вам Отцы То есть он до этого К детям пишет Сейчас к отцам Потому что вы Познали безначального Изначально у нас большой буквы Я написал вам Юноши Потому что вы сильны И Слово Божие Пребывает в вас И вы победили Лукавого Толкование Эти самые имена От возраста Апостол выше Приноровил К нравственному Учению А теперь повторяет От расположения Не прерывая Своего наставления У нас Толкование Раньше Прочитали Раньше Чем Сущий Юноши Отцы Дети Только Сейчас В 14 стихе Толкование Раньше Может Немножко Неправильно Составлен Но Понятно И что же это за наставление Детям Отцам И юнош В 15 стих Не любите мира Ни того Что в мире Кто любит мир Том нет Любви Отче Толкование Применив учения К возрастам Духовным Апостол Присовокупляет Увещание Не любите Мира Это говорит Как бы Детям Ибо Дети Всегда Трепещут От радости Перед тем Что кажется Приятным Чтобы ты Не разумел Под миром Совокупность Неба И земли Апостол Объясняет Что такое Мир И находящиеся В мире И Во-первых Под миром Разумеет Порочных Людей Которые Не имеют В себе Любви Отче Во-вторых Под находящимся В мире Разумеет То Что Совершается По похоти Плотской Что Действуя Через чувства Возбуждает Похоть Ибо Под очами Главным орудием Из чувств Он подразумевал И остальные Чувства Под похотью Разумеется Всякое Зло Прелюбодеяние Пьянство Неприличные Любезности Убийства Совершаются Ли они Искоростолюбие Или для Уничтожения Соперников Коварство Под которым Нужно Разуметь И всякое Противодействие Вообще Все Враждебное Богу А нами Совершаемое Через Похоть Плотскую Вопросы По-сущему Комментарии Добавить Может Что-то Хочет Мысли Тогда Идем Дальше 16-17 Стихи Ибо Все Что В мире Двоеточие Похоть Плоти Похоть Отчей И гордость Житейская Не есть От Отца Но От мира Сего И мир Проходит И похоть Его А исполняющий Волю Божью Пребывает Вовек Толкование Мы Сказали Уже Что Под миром Апостол Называет Порочных Людей Как И Господь Говорил Ученикам Вы Не От мира Как И я Не от мира Это читаем В Ивангелии Атаранов 15-17 Главах От тех же Сего Мира То есть Мирского Сладострасти Настроения Дьявол Поэтому И Господь Говорит Об учениках Своих Отцов Не Молю Чтобы Ты Взял Их Из Мира Но Чтобы Сохранил Их От Зла Читаем Ивангелие Атаранов 17-15 То есть Мира О котором И в другом месте Первом Послании Иоанна 5-й Главе 19-м Говорит Апостол Что Он Во зле Лежит Мир Во зле Лежит Иначе Если Злой Противоположен Благому Отцу А служащий Похотям Мира Не от Отца Но от Мира Очевидно Что Кто Не от Отца Но от Мира Тот От Дьявола Так И в Евангелии Говорится Иудеем Ваш Отец Дьявол Тайм Евангелия Атеана 8-44 То есть У вас Наклонности Плотские Которые Сеют И Возвращают Дьявол И эти Мирские Похотения Не Продолжительны И Не Постоянны А что Совершается По воле Божией То Продолжительно И Вечно Но Благоразумным Несвойственно Обегать Постоянное И Хвататься За Мгновенное Ибо Поступать Так Значит Тоже Что Строить Дом На Песке Вот Такое Пространное Толкование Вопросы А вот Почему Называют Миряни Мирянин Ну Это Что Получается Мирской Человек Тогда Что Ли В церкви Находится А Мирянин Называют Мирянин Мирянин И мирской Человек Это Разные Слова Хотя Там и там Корень Мир Да Я Всегда Этим вопросом Задавался Мирянин Ну Как Так Церкви Покрестился Покаялся И Вот Так Вот Есть Мир Между Человеком И Богом А Есть Мир Который Бог Называет Мир Грешный И Пролюбодельный Другой Мир Два Мира Но Одним И Тем Жем Словом Называются Понятно Сережа Тут Не Так Объяснили Слово Миряне Отсутствует В Библии Это Не Библейское Слово Люди Придумали Есть Касса Священников И Монахов Вот Они Выделяются В особую Категорию Священство А остальные Уже Прихожане Уже Верующие Христиане Называются Миряне То есть Не облеченные Никаким Саном Вот Что Означает Слово В церкви Никакого Отношения К миру Это Слово Не Имеет Хотя Корень Один И тот же Все Все Понятно То есть Мирянин Это Значит Не Принадлежащий К Церковной Так Благодарим Так Идем Тогда Дальше Первая Анна 2 18 Сережа Сережа Надо Какие-то Примеры Дать Вот Мирской И Человек И Духовный Духовный И Плотской Какая В этом Разница На Примерах Особенно Это Должно Быть Зримо Выпукло Показано Если Позволишь Сейчас Маленький Пример Расскажу Два Брата У них Все Одинаковое Но У неверующего Все Лучше В саду У него Растет Лучше Ребенок У него На разных Соревнованиях Олимпиадах Занимает Первое Место И он Все время Над верующим Смеется Говорит Арык Открывает Воду Дает Воскресение А ты Пошел В церковь Водой У тебя Сад Не Орошается Он Говорит Я знаю Что Будет Еще Другое Воскресение И Бог Будет Другие Плоды Спрашивать Брату Отвещает А тот Смеется Зациклился На своей Вере Носишь Деньги В церковь Попов Кормишь Но Они У них Ребятишки Одногодки И Вот Они Можете Сказать Своими Сыновьями Больше Всего Знатные Были И Получилось Так Что В один День Оба Их Сына Погибли Один Был В церкви А другой Дома Когда ему Сказали А он Все надежды Возлагал На него Я жизнь Полагаю Для ребенка А этот Просто Жил Молился Сын Вместе С ним Ходил А в этот День Был В другом Месте И Там Получилось Что Пьяный Шофер Задавил Обоих А вот Теперь Вот В ответственный Момент Потери Смерти Видно Кто Как Жил Этот Его Едва Удержит Руки На себя Наложить Я Не Хочу Жить Я Всю Жизнь В нем Полагал А верующему Сказали Бог Дал Бог Взял Конечно Печально Было Сплакнул Немного Хороший Мальчик Рост Но Бог Знает Лучше Даже Язычники Это знают У него Два Сына Одного Грека И Оба На фронте Были И Когда На него Возлагали За заслуги Лавровый Венок Прибежал Гонец С поля Брани И говорит Сына Убили Он Остановился Венок Снял Какого Вашего Старшего Любимца Одно Мгновение Постоял Венок Опять На себя Надел И говорит А я И знал Что он Смертный Вот Человек Когда верит В Бога В смертный Сейчас Вот Это Особенно Зримо Бросается Или Большая Потеря Мирской Человек У которой Все Здесь В этом мире Он Не может Никак Согласиться Все Делал Правильно И вдруг Репрессии 37 Год Забирают А верующие Знают Бог Призвал Сюда Да я Все Делал Для Власти Да я Революцию Делал Все Под нож Под гильотину И вот Какая У них Там Паника Как Они С ума Сходили А верующие Там Благоденствуют Я знаю Бог Меня Призвал Я Грешен Он Меня Ощущает Через Страдания Не верующий Ничего Сказать Не может И вот Тут Разница Потери Болезнь И смерть Отошел Но Господь Как-то Избавляет От страха Смерти Я вот По себе Знаю Я Как бы У меня Больная печень Гепатиты С и Б Я вот Раньше Боялся Думаю Ну вот Умру Скоро Буду Мучиться Там Страх Такой Постоян Был А вот Когда Покаялся У меня Вообще Этот страх Ушел Ну Повру Повру Когда Господь Приведет Тогда Приведет Главное Чтобы С Господом Умереть Чтобы Радости Это Что Вот Страх И Смерти Живите Да Надо Постоянно Бояться Наверное Я так Понимаю Чтоб Смерть Перед Нами Сезапа Э Была Не Смерть А Держите Ум За Ад Ну Страх Смерти Должен Быть Нас У нас Согрешишь То есть Страх Попая Вечных Мучений Этот Страх Удерживает Нас От Греха Господь Говорит Не бойтесь Убивающих Тело То есть Он Прямо Говорит Не Бой Что Убить Не Бой Смерти А Бой Того Геени Ада Нужно Бояться А Смерти Христианин Не Должен Бояться Он Должен Веровать Что Смерть Это Переход Из Одной Жизни В Другую И Не Держаться За Эту Жизнешку Временную Продолжим Продолжим Восемнадцатый Стих Дети Последнее Время И Как Вы Слышали Что Придет Антихрист И Теперь Появилось Много Антихристов То Мы Познаем Из Того Что Последнее Время Полкование Легче Объяснить Так Поскольку Соборное Послание Направлено Ко Вся Кому Человеку А Предел Жизни Не Для Всех Один Собственная Кончина Никому Не Известна То Апостол Привично Напоминает Каждому О Его Кончине Чтобы Каждый Чувствовал Что Наступает Последнее Время Его Жизни И Непрестанно Был Трезвен И Чтобы Таким Образом Все Христиане Всегда Проводили Жизнь Непорочную И совершали Дела чистые Иное Объяснение Смеяться Над которым Было бы Неуместно И Безумно Всякая Вещь Может быть Разделена На три Части Начало Середину И Конец Без Сомнения Нет Ничего Несообразного Назвать Концом Все То Что Следует Далее Середину Посему Если Господь Пришел В середине Десяти Тысячелетий Ибо Его Пришествие На землю Было Почти В Пять Тысяч Пятисотом Году То Все Следующее За си Время Без Всякого Спора Может быть Названо Последнее И Как Порядок Тысячелетий В Пришествие Господне Переступил За Середину То Все Последующие Засем Время Прилично Может быть Названо Последним Истинность Такого Объяснения Принимает Иоанн Златову То есть Два Мнения Два Оттолкования На Последнее Время Последнее Время Это Что Человек Внезапно Смертен Не просто Смертен Внезапно Смертен Неопределенно Когда Смертен И Что Последнее Время Это Что Речь о Христе Что Он Пришел В Пять Пять Пятисотом Году В середине Веков В середине Десятитысячелетий Поэтому Последнее Время Понятно Да Так Час у нас Прошел Вот Сейчас Полчаса Может Каждый Задавать Вопросы Игнать 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 Постарается Во свете Библии Ответить На эти Вопросы Пожалуйста Задавайте Вопросы Ну У меня Такой Вопросик Есть Вот Про оружие Мы вначале Говорили Там Что На войну Не И А Как Вот Понимать Нет Больше Той Любви Если Кто Положит Душу Свою За Други Своя Вот Может Ли Это Означать Что Например Я Пойду Защищать Свою Семью С оружием Или Как Такой Вопрос Хороший Вопрос Зайдите Зайдите На наш Сайт Если Вы Не Знаете Я Вам Скину Сайт Там К истинному Православию Открыто Итак Любите Врагов Ваших Вот Там Полностью Все Указано Коротко Ответить Так Положит Душу Но Не Из Другого Вытряхнет Он Идет Убивать И даже На фронте Убитый Отключается От Причастия Канон Церковный Да и так Понятно Господь указал Так Враг Это он враг? Да враг Голоден Голоден А что сделать ему? Голодом Заморить его? Нет Накорми Жаждет Пить Напоить Так он враг То-то и оно Что враг Вот у Льва Толстого Очень хорошо Это описано О трех Братьях Когда Воевать Пришли А он один Он как дурачок Ну и пусть И ходят Так они начали убивать Говорят Ну что сделаешь Пусть убивают И воинам Показалось Гнусно это И перестали убивать Во времена Ветхие было Когда пришли Воины То есть они пришли Воевать Пророк Елисей Их ослепил А они идут И не видят Что не видят Привел в середину Израиль Они-то думали Там кромку где-то Где курды А получилось С середины Турции Когда глаза-то Открыли Их войска Окружают Ну и что теперь А царь сразу Не побит ли нам их Он говорит А ты их завоевывал Не завоевывал Смотри Они шли Ноги натерли Обвяжи их Посади их Там на телеге Накормите Напойте И отвезите их Туда откуда они пришли И больше Эти воины Не приходили Вот и весь ответ Вот они напали Вот Арсена Этого Павла Убили сейчас Там Моторола Теперь уже Начинает грозиться Всем офицерам Всем в Украине Которые там Живут в Донецком Разве так можно делать Его взорвали Там На лифт положили Сигнал дали Его Убило Со всеми Кто там был Ну и что Ничего Поблагодари Бога Он убивал 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 Он хороший воин Если он убивал Но мы должны Сказать Что правда То у Бога А не у людей А по правде Божьей Взявший меч От меча погибнет Вы не забывайте Это Так взявший Для чего Там не сказано Для обороны Для нападения Нападения Вообще Говорить не надо Россия Православная А где она Воевала За друзей Своих Финляндия Это другое Государство Зачем Завоевывали Польша Другое Государство Зачем Завоевывали Порт Артур Где Посмотрите Ведь у Павла Была Задача Пройти до Индии Чтоб сапоги Там вымыли Воины Сапоги вымыли То есть Конца края Не было воин Мы все православные Почему Священники Поддерживали А Когда Христос Был То какое Было там По состоянию Как Под римским Владычеством Докон Подданная Была Богородица Да римская Подданная Зачем Они шли Вифлеем То указание Августа Было Указание Не Какого-то там Первостященника А кесаря И там У них Назревала Освободительная Война Почему Христос В ней Не участвует Апостолы Не участвуют А только Молились Нигде Нигде Так это Захватчики Пришли Римляне Такие же Как у нас Тебе Рассуждать Уже Не надо Говорят А как Гитлер Пришел Да он Не родился Раньше Пришел Пришел Он Рос Прежде чем Ему прийти Он еще должен был Родиться А если бы Жили правильно Значит Ночь прошла Пустая Он не Зачался Его Не было бы Вот и все Ответ Один должен быть Заповедь Божия Запрещает Кто ведет В плен Сам будет Пленен Чего удивляешься Ну ты водил В плен А вот Арсен Воевал Николай Леонов Чемпион Там по кикбоксингу Был Чемпион мира Погиб А я перед этим С ним только что беседовал Беседы в интернете стоят Я говорю Ты не доживешь До 50 лет Его убили Когда мы в поездке были Вдруг сообщают В автобусе 36 человек Ракетой сверху ударили Вертолет или кто Никак А что ты будешь делать Вот сейчас выступил Никита Михалков Вот последнее его Кажется выступление было И он сидит И картины показывает Вот как развиваются события Вот сейчас говорит Китай наступает там Спецназ Захватывает Кахабаровс Дальше как распространяется И он идет за Урал Все распределяет Показывает У нас ничего нету Защиты Ты во чем толкуете-то На одну разбросанную дивизию 101 дивизия китайская При самом полном Современном вооружении Без жалосты Никакого Бога Вообще не признают Но они ворвались К тебе в дом Четыре человека И что ты будешь делать Только разговор один Защищать Жену Защищаю сейчас Чтобы она была готова Умереть Детей приучите Умирать Вот мать Климента Анкирского Умирает Умирает А у отца нету Он уже умер у него И она наказывает Сын мой Подойди к моей кровати И далее Нигде в житиях святых Больше такого нет Это по старому По новому 6 февраля Житие Его Климента Анкирский И она говорит Сын мой В каких болезнях Я тебя родила Так ты мне за это Как бы заплати Сделай тоже для меня Будь мучеником За Христа Ибо гонения везде Порадуй меня Я буду матерью мученика И Бог услышал молитву За всю мировую историю Никто не страдал Столько сколько он Никто 29 лет 11 месяцев Он проводит в тюрьмах Мучения Насквозь его Насаживают На пики На кинжалы Рвут На нем Говорит Ни одной молекул Уже не осталось Тело его Все заново наросло А потом вдруг Свобода Служат в церкви В это время Воины вырываются Освобожденные Амнистия пришла И рубят его И прям голова падает На престол Дело Божье Вот наш лагерь детский В честь всего Был назван Ну тогда вот Вопрос Приведите пример Вот этой вот Любви Душу положат За друзей своих Да Что Какой Пример Вот И жития Святого Вот везде За них То есть Они проповедовали И умирали Умирали Душу положили То что они Проповедовали Христа А не то что Пошел кого-то убивать И что-то сказал Филарет Враг наш Враг отечества Враг церкви Это все Выдумка человеческая Повторяю Ни один апостол Нигде Не призывал Освободиться От римского владычества И когда Бар Кохба С раби Акиби Подняли Это восстание Это был Приговор Израиля Он должен быть Рассеян И только За большие деньги Разрешалось Залека Из холмов Поклониться Развалина Мирусалима Они не послушались А что нужно было делать Открыть ворота Как Иеремия говорил Но он же захватчик Ты рабом будешь Рабом Но в живой будешь А он ему как Фильм Иеремия показано Я не раб Иеремия ему говорит Ты давно уже раб Ты уже раб Откройте ворота Пойдете в плен Дочерей будете выдавать Замуж Становить Женить Строиться В винограднике Насаждать Пройдет 70 лет И вы вернетесь Нет Ну и что из этого нет Получилось Вот и все Ответ один должен быть Убивать нельзя Ни при каком виде Никогда Женщина рожает Ей запрещено рожать Кесарое священие Не могут сделать Она умрет Если это так Пусть лучше умрет Но не будет убийцы Никаких абортов Вот один ответ Извините А если у Луки Оставь сумму И купи Не что Это означает Тогда дело Все что было понятно Что надо идти в плен Никто не верил Как это в плен Когда стены Иерусалима Тогда Иеремия Заходит в Саманный дом Господь ему сказал Связать узел Там необходимого И киркой там Пробивает стену И оттуда в пыли А народ собрался вокруг Выходит и идет И туда глаза открыл Все Вот так вы стену Проломаете Иерусалима И побежите И царь побежит А вот здесь говорится Господь говорит Вас будут гнать Гнать будут А они Не могут в это Войти никак Да с нами же Господь И он говорит И наличием меча Что вас будут гнать И меч у вас в руках Для чего он? Для защиты Ну он вытащил меч Ударил Он говорит Вложи в меч Кто взял меч От меча погибнет Не для этого я вам сказал Два меча на двенадцать Довольно Где на два на двенадцать Никогда не довольно Надо двенадцать мечей было бы А Господь говорит Довольно Наличие в руках меча Говорит о приближающихся гонениях Больше ни о чем Как Иеремия Который пробил стену То есть наличие какого-то действия Показывает Что оно приближается Все Спасибо Еще вопросы Ну вот тогда я задам Еще попутно Вот Там говорил Что даже И неверующий Может умереть За господина своего Как-то вот Такое вот у меня В мыслях есть Что значит Умереть За кого-то То есть телом Закрыть от пули Или как Так вот Впереди вы говорили Что Нет больше тела любви Что кто душу положит Говорит о проповеди Ну Проповедь понятно Они проповедовали И были гонения Их умирали То есть они знали Что Будут убиты И тем не менее Проповедовали Душу полагали За друзей своих Зная что От ихней проповеди Родятся души И они не попадут в ад А вот У неверующих То есть Закрыл от пули Это же тоже Проявление Такой любви Когда свою жизнь Отдаешь За место Какое Правильно я понимаю Или нет Игнать Дикторович Вы ищете За место Ни еще Ни еще Я просто Если скажете Я скажу Там может Другие хотят Говорить Я сам не Не выхожу А как же Лозунг За родину За Сталина И коммунисты Шли Ну Это не кричали Хотя Виктор Астафьев Говорит Проклятые Забытые В книге Никто не кричал За всю войну Не слыхал Ни разу Но все таки Было такое Да было А возьмите Спарта Как воевали Как они За жены Эти Сарматы шли Они умирали Не только за живых Но и за мертвых Вот про них Какой случай Рассказывает Когда наступали Армии Там Других Нашествия Они отступали Жили в шатрах Как сыны Рехавого Тогда к ним Послали Послали Говорит А почему Нам говорили Вы прославленные Воины Такие Непобедимые А почему Отступаете Мы вас Нигде не видим Даже Он говорит А нам защищать Нечего Овец Мы угнали Жены С нами Но троньте Наши святыни И вы узнаете Ваши шеи Узнает Острие Нашего Меща Послы Говорят А какие Ваши святыни Гробы Отцов И дым Отечества Нам сладок И приятен Как Пушкин Говорил Вот троньте Нам зачем Ваши мертвецы Вот это и оно А у нас Надгробие ломают И Поэтому Есть Живые Есть мертвые И они готовы Душу положить за них А он не верующий По своему Он так понимал Люди держались За это Да это у дикарей Даже есть Земля Если У нас Ее не ценят Земли много нет Я перейду в другое Посмотри Вот сейчас Посмотрели ролик Как ловят рыбу Сейчас Немцы Настоящее Настоящее время Зимой 40 градусов Как они долбят Метровый лед Как запускают Стены Тянут Каких-то карасиков Поймать А ничего нету больше И никто оттуда не уезжает Передают опыт Тут же молодежь стоит И опыт передают Вот как надо держаться За это А пойди туда Он не отдаст Землю эту Поэтому Погибает за своих Бывает другое Сам себя Возьмите Вот Католический священник Было в Освенциме Приговорили Там одного Там итальянец Он католик У него 11 ребятишек Кажется А Он поменялся С ним биркой И пошел за него В печь Вот это подвиг А там-то Какая его А тот остался живой Вышел И все рассказал Это Подвиг Достойный Подражания Вот говорят Смерти надо бояться Или нет Житие Святого Пафнутия Боровского Князь Всегда приезжал К нему А этот раз Приехал Он дал указания Никого не принимать Почему настал Смертный час Мне уже ничего Не надо в этом мире Монахи Какое дашь Наставление Никакого Помолчите Дайте мне Свою жизнь Разобрать Дежурный Дежурный Наклонился Под ворота Видит княжеские Сапоги И говорит Господин Он умирает Пафнутия И сказал Чтобы никто Не присутствовал На моих похоронах У него особенный день Он подводит Итог своей жизни Но я князь На моей земле Ваш монастырь Он сказал Не пускай Не обижайся Только Не обижайся И он Братья сказал День страшный Никогда не бывший Для меня наступил Смерти не боюсь Только дурак Не боится смерти Совсем А святой Как Павел Да говорит Желаю разрешиться Быть со Христом А то войну было Страха смерти не было Герои Отмечают Это неправда Страх всегда был Но страх Побеждается мужеством Вот это достойно Ян Затауз говорит На казнь Вели когда То есть человек Привязан был А конец веревки Давали в зубы ему Ну было так Уже на Ашафоте Как Достоевского Помиловали И потом домашние Спрашивали Ты видел Как мы плакали Шли Казнь Стрелецкое утро Когда Петр там Наконец сидит Он говорит Я ничего не видел От ужаса У меня туман Стоял в глазах Вот как Когда королеву казнили Она молодая была Там из стюартов Она в одну ночь Она в одну ночь Взялась седою Молодая Черные волосы Страх смерти Ужасен Таинственностью своей Неподготовленностью И такие Которые Знают Что именно Ко Христу В другую жизнь Переходят Много ли их таких Но за это За то что ты боялся Бог не судит Он судит за то что ты все вынес Это естественно Душа крепко соединена С плотью Очень крепко Иоанн Златоуз говорит И поэтому Когда люди Вот бывают Казнь выносят Почему На земле Мы не могли поправиться А к Богу отправить Надо только душу Тело мы не знаем Куда отправлять Поэтому голову отрубаем Душа вылетела Пошла к Богу Поэтому и преступник любой Он может улыбаться Говорить А внутри все сжимается Меня когда судили Я вернулся И спрашивал Как я себя на суде вел Ооо Как вы отвечали Смело К там коммунистами Вы просто Вот Я говорю У меня внутри все сжималось Я в страхе великом был Что статью одну Могли перевести на другую И срок в два раза увеличивался Но сказать я все сказал Но Внешне не показал Но Бог-то судит концовку Я не отрекся Ничего Вот и все Поэтому тут надо все расставить По своим местам Страх смерти естественный Только единицы Которые Совершенно ничего Ну они реально представляют Бог им открыл Они не боятся А остальные естественно Иначе по любому постепу Руки бы на себя накладывали Говорит Златоуст Отошел Можно я задам вопрос Можно Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович А ну Да можно Игнатий Тихонович Вот записку я А она как бы Надо платить за нее 50 рублей 50 тенге вот у нас Как мне быть? Отвечать? Да Никак Ни рубля нигде не давай в церкви Нигде Десятину отдай Спященнику К ногам его положи Если не берет И на этом все А я в руки ему даю Ну в руки и даешь Больше ничего нет А мне может Не надо поговорить Чтобы он Включил вот эту записку В эту десятину Не надо Тебе не надо записки Помяни своим Скажи и все Раз они за деньги Ты этого не делай Обойдемся А то у меня Сноха за меня Пишет За всех У тебя есть друзья Вы знаете Нужно А платят в общем Ну вот Мне каждый день С утра до вечера звонят Помолись Вот Одну операцию сделали Сегодня девочка Она на операции была Долго не звонит Я обратный сигнал даю Он говорит Я звонил Вас не было Операция успешная Я говорю Все Немедленно становимся На молитву Благодарение Поднимаемся Там была просьба Просительная Это первая Ступень молитвы Вторая Благодарение И третье Словословие И раз звонят Значит мы друзья Врагам не звонят Не говорят Не просят Если у тебя нет друзей И ты умрешь Помолиться некому Ян Златоуз говорит За это ты ответишь Как же ты так Эгоистично мог Прожить жизнь Что у тебя никого нету Вот я сейчас считал Про артистов Как они умирают Смирнов Там другие Быков Ну известные Такие Там заслуженные Артисты Совершенно Одинокая Как Филиппов Никого нету Вот и все 30 лет живет А другой попал На занятие Пришел к нам Один Он студент А я говорю Еще так долго не было В университете Он говорит Ну я болел С мешком Назади Нес И его прокинул Там где-то В горах Лезли И переломался Я говорю Кто тебя посещал А кто Никто Ни один Ни один Никто А ты кого посещал Я Да нет Ну вот Если ты нет То и тебя нет Вот и весь ответ А если ты Для всех был нужен Востребован К тебе старость Придет позже Лет на 15 Ты нужен Ты душой Должен быть юн И вот все это Для себя держи Это свет Христов И определяй Кому дать Вот у нас К истину православия Там написано О милостыне Не так Что я подам Кому попало У церкви А Бог разберется Подашь не туда И сейчас за это ответишь Святой Нифон Это видел Он подал Там один Кривлялся Что-то на дудке играл И ту же минуту Оказалось Все это В пригоршне у дьявола Ты подай Тому Кто Может и не Просит Просить возле церкви Запрещено Каноны запрещают Только епископ Определяет Он больной Тогда не было Пенсий никаких Не может Ему давали Мирную грамоту А остальные Мошенники Гнать их палками Говорят Вот и все Ну сегодня Целая компания Образуется А потом С них там На локоть И берут Кто Мафия Это Поэтому на все Надо смотреть Глазами Просвещенными Светом Евангелия Подавать тем Нельзя Нельзя Но я знаю Она нуждается Я знал одну Нуждались Она Ей подавали На кирпич хлеба Она поднималась И уже уходила У меня на сегодня есть Она Бога боялась А почему она такая Она из 50-тиков пришла У нее Библия в руках Она очищена Через Слово Божие Ну У нее Сын-то там Не такой Как надо И она приходила Иногда просила Валя Ну тут только села И уже ушла Ну мне же подали Рубль Кирпич Это хлеба 16 копеек стоило Уже просить Больше не будет А если дали больше Она тут же идет Церковь И положит там В кассу У нее совесть Вот такими Мы должны быть Обязательно Такие люди У нас где-то Встречаются Мы должны Замещать их И хорошее Брать для себя Все Спасибо Слава Иисусу Сергей Можно Сергей Да Можно Вот Я бы Ответил Моей женщине Которая сидит Там В православной Церкви Какой уста Московской Патриархии Православной Церкви Там Такой устав Такой порядок Там Записку Переписал Своих родственников За упокое За здравие 50 За 50 Отдал И все Когда Бывете В общине Игнатия Тихоновича То там Нужно Свою акиму Отдать Десятину И тогда Никаких Больше денег Не давать И записок Не надо подавать И прочее Вот чем делать Мне как быть Я вот что спрашивала У нас то тоже Как бы Московская Патриархия В Казахстане Все то же самое Как и у вас Как он вам посоветовал Нужно мне Нужно мне подать Записку Взять свечи Сколько они стоят Я столько даю Дают сдачи Я в кружку Тут же рядом Мелочь Положу И никаких проблем Подшел Поставил свечи Записку Одна И Нужно Самому Молиться А не ждать Когда там Священник Услышишь Имя Называет Значит Надо И Самой Молиться Чем Вот Записки Платные Ну вот Можно мне Сказать пару слов Ага Давай Сергей Вот Райхан Допустим Я бы К вам Обратился Ну и Михаил Заодно Вот У меня Вот такая Молитвенная Нужда Я хочу Чтобы Сын Мой Был Верующим И Упал В церковь Вот Я вам Заплачу По Десять Тысяч Рублей Каждому И Чтоб Вы Молились Сорок Дней Вы Согласитесь Или Нет 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 Вы Не Согласитесь Зачем Вы Попу Тогда Платите А Вы Платившись По Обязанности Своей Ведет Службу Которая Устала Не Участвуйте В этих Записках Они Одни На этом Деньги Зарабатывают Другие Одни Хотят Платить Другие Понят Вы В этом Не Участвуйте И Все Потому Что Это Не По Совести Не Не По Любви Если Меня Кто Прошел Помолиться Или Устав Это Жене В чужой Монастырь Со Своим Уставом Не Входят Но Можно Жене Насильно Никто Не Требует Эти 50 Рублей Отдавайте Записки Можно Не Писать И Все Я Просто Хотела Узнать Могу Ли Батюшки Обратиться Чтобы Он Помолился За Моих Православных Батюшка Что Тебе Скажет Он Есть Касса Туда Плати Без Денег Без Денег А ты Скажешь Батюшка Я же Тебя Десятину Плачу Теперь Ты Обязан Безплатно Молиться За моих Родственников Здорово Ты Живешь Смешно И Все Игнать Скажите Сергей Вы В спор Никогда Не Идите Замечаю С какого Момента Начинается Кривизна Я Пришел Никаких Проблем Я Дал То Другое Это Проходной Двор А не церковь В церкви Не должно Быть Торговли Это Первое Денежные Сделки С Богом Не устанавливаются Подряд Свечи Нечистые Невосковые Все Это Бога Противно Перед Богом Левитам 10.10 Говорит Отличайте Чистого От нечистого Нечистого Принадлежит Нечистому А чисто Чистому Серафим Саровский Говорит Далее Надо Помолиться Там Какое То есть Мы Друзья Все Знаем У нас Записка Подается Каждый Раз Но Старшая Сестра Узнает Кто болен Подает За 25 Лет Ни одной Копейки Никто Не заплатил За это А зачем Святая Десятина Она Все Оправдывает Не надо Никакой Торговли Не надо Людей Обманывать Ничего А я Пришел Ничего Нет Какой Ушел Такой Пришел Опять За старые Грехи Как Считаем Покаянный Канон Яко Свинья Лежит В колу Так И Аз Греху Служу Вот И Хорошо Ты Должен Выйти Оттуда Начищенный Блистать Так Чтобы Дьявол Руками Лисо Закрыл Как Златоус Говорит Боялся От Света Который Ты получил А иду Только С деньгами Очередь Шум Торговля Все Неправильно А ты Пришел Церковь Да Ты Пришел Церковь Тебе Туда Дохлых Систему Придумали Если Отпевать Просто Без хора Цена Примерно Сказать Стоит 500 Рублей А если Священник Выйдет На паперть На Христо Тысячи А если Хор Будет Петь Три Тысячи Понял Как будто Цыгану Это Поможет А что Антураж Цыгане Хоронят Ставят Клеть Телевизор Туда Телефон Всегда Кладут Это Все Церковное Нам Это Что Нужно Никаких Проблем Такой Ты Остался Я Сказал Тебе Один раз Ты Приняла Ты Это Слушай Должны Быть Друзья Мы Молимся Каждый Должен Молиться Сам А какая Молитва Самая Сильная Когда Сам Человек Молится Лично Ко Христу Говорит Ант Златоуст Лично Ко Христу Господи Услыши Молитву Родных Моих Я Иду Будем Служить Господу Вот Никому Не Подаем Записки Нигде И Каждый День Молимся За всех И Вас Поминаем И Кто Сейчас Вопросы Задает И смеется Над нами Его Поминаем Вот И все Почему Это Радость Я На Молитве С друзьями С близкими С нуждающимися Никогда Ничего Не Делай То Что Люди Там Делают А проверяй Себя По Святой Библии Во свете Библии Рассматривай В церкви Торговля Запрещена Все В торговле Мы не Участвуем К этим Кассам Не подходи Близко Господь Я знал Торгующих И покупающих Одна и та же Плеть по спинам Ходила Еще непонятно А у меня Все равно Потому Ты и полосатый Тебя Христос Бьет Можно Игнать Игнать Так Все Время Закончилось Давайте Расходите Что Я ответил Что На этом Слушай Рахиль Что я тебе говорю Смотри В Библию И в Библии Ты найдешь Что торговля Запрещена Все Я помню И кто За деньги Думает Что-то Получить Там Благодать Какую-то Он называется Грех Симония Непрощаемый Грех Симон Волк С этим Занимался Все Давайте Помолимся Закончим И В следующий Раз Продолжим Если Поделись Достойно Есть Встаем На молитву Достойно Достойно Истерка На истину Блажите Тя Богородицу Пресно Блаженную И Пренеборочную И Матерь Бога Наша Блаженную Блаженную И Блаженную И Блаженную И Блаженную Блаженную Сущую Богородицу Тя Венит Блаженную И Блаженную Любящий Наш Отец Небесный Мы Просим Тебя Во имя Нашего Спасителя Иисуса Христа Прими Нашу Молитву В чем Мы Погрешили В этой Беседе Ты Прости Нас Услыши Нашу Молитву Родных Которые Не Познали Тебя Обрати Их На Путь Спасения И Даруй Духовное Рождение Свыше Папам Патриархам Епископам Священникам И Простецам Прихожанам И Сохрани Правителей Наших От Покушения На Них Чтобы Сдавали Мудрые Законы И Дай Силу В Духе Святом Прожить Эту Жизнь Быть Вадимым Духом Святым Приготовь Нас К Исходу С Этой Жизни Тебе Боже Слава Хвала Единосущная Троица Все Отключай Всех Миром Миром